Здравствуйте! В эфире Школа Здоровья. С вами Татьяна Ковалева. Древняя истина гласит, силен не тот, кто справится с недугом, а тот, кто мудро относится к своему здоровью. Сегодня в программе с наступлением холодов отмечается рост простудных заболеваний, среди которых грипп занимает лидирующее положение. В связи с этим еще раз напоминаем вам о том, что же это за болезнь и как протекает она, какие способы лечения существуют. Широкое распространение вирусных гепатитов объясняется легкостью заражения. Общебритвенные приборы, маникюрные принадлежности, нанесение татуировок, посещение зубного врача, перенесенные операции переливания крови – все это может быть фактором риска для заражения. Учиться противостоять заболеванию следует с самого раннего возраста. Но для этого надо знать, что такое гепатит. Чтобы узнать о полезных свойствах лука, заглянем в аптекарский огород. Каждую осень значительную часть населения нашей планеты волнует одна проблема – как бы пережить неумолимо приближающуюся сезонную эпидемию гриппа. Причем наблюдается феномен. Нет ни одного человека, который бы не знал, что такое грипп, чем он чреват и как с ним нужно бороться. Но в то же время грипп ежегодно в разных странах укладывают в постель десятки миллионов людей различных возрастов и социального положения. Бывают даже летальные сходы. Поэтому не лишним будет нужное время освежить свои знания об этом опасном явлении – гриппе. Ну и самое частое заболевание – это, конечно же, грипп, который мы все знаем, и который, кстати, очень отличается от другой остальной группы ОРВИ. Прежде всего, грипп вызывается отдельной группой вирусов, которые имеют огромное количество штаммов. Штаммы эти каждый год чаще всего возникают новые. У них очень большой уровень вариабельности и мутагенности. Каждый новый штамм возникает заново, с каждым сезоном. И проблема гриппа заключается как раз в том, что, да, организм вырабатывает устойчивость и иммунитет к конкретному вирусу, но только к конкретному штамму. К новому штамму антител в организме просто нет. В этом же проблема возникает и при прививках, которые применяются против гриппа, так как чаще всего вызывает эпидемию один штамм вирусов, а на складе для прививок в это время находится другой, который прививает, и который часто очень, к сожалению, чаще, чем хотелось бы, оказывается совершенно беспомощным перед реальной эпидемией. Но первое, что можно сказать, что реальная эпидемия развивается при гриппе очень быстро, от двух недель, может тянуться несколько месяцев в зависимости от погоды. При этом, как известно, когда наступают морозы, всегда эпидемия спадает, потому что вирус от холодов гибнет. По каким признакам можно понять, что человек болен гриппом? Симптомы гриппа знает даже ребенок. Это воспаление носа, насморк, заложенность горла и высокая температура до 40 градусов. Но сейчас мы говорим о типичной форме гриппа, а есть нетипичные, так называемые атипичные формы гриппа. К ним относятся акатаральная, когда нет проявлений воспаления верхних дыхательных путей, а только высокая температура. Также бывает абдоминальная, когда прежде всего на первый план выходят боли в животе, и тогда очень часто грипп путают с так называемым острым животом. Чем опасен грипп? Грипп опасен прежде всего не сколько сам по себе, сколько тем, что он провоцирует обострение хронических инфекций и часто приводит к осложнениям. Самое частое осложнение, которое возникает после гриппа, это присоединение бактериальной флоры, стафилококковой или стриптококковой, на фоне вирусной инфекции. Дело в том, что подавляющее большинство нашего населения уже в горле, в миндалинах, в бронхах, в пазухах находится хроническая бактериальная инфекция. Чаще всего стафилококковая или стриптококковая. Многие работники детских учреждений, в частности, прекрасно знают, что для того, чтобы получить доступ, нужно сначала сделать мазок на стафилококк. Так вот, этот стафилококк, который пора до времени дремлет в дыхательных путях, часто очень обостряется при вирусных заболеваниях и приводит к гайморитам, синуситам, тяжелым фаренгитам, спускается вниз, вызывает архииты, бронхиты и даже тяжелую пневмонию. И вот именно такие осложнения в свое время, сразу же после Первой мировой войны, вызвали эпидемию, вызвали серьезную очень смертность во время эпидемии гриппа, которая прошлась по всей Европе и по всей Америке, получила название «Испанки», и которая привела гораздо большим жертвам, чем Первая и Вторая мировая война вместе взятые. Лечение гриппа известно даже тем людям, которые не имеют никакого отношения к медицине. Прежде всего, конечно, это жаропонижающие препараты, которые назначаются, когда температура поднимается выше 38 градусов. Хочу заметить, что пока температура меньше 38, 37,5-37,8, это является защитной реакцией организма в ответ на вторжение вируса, и гасить ее нежелательно, потому что это совершенно адекватный ответ иммунитета. Кроме того, к этому уже списку добавляются прежде всего противовоспалительные препараты, которые снимают воспаление в носу, снимают выработку слизи. Это капли в нос, это полоскание горла, это ингаляции. Самая простая ингаляция, какую только можно придумать дома, это ингаляция либо солью, лучше всего солью мертвого моря, если у вас подобные препараты есть дома, потому что там наиболее адекватный микроэлементный состав. Также в ингаляции можно добавлять эвкалипт, ромашку, календулу и другие травы. Обязательно полоскаем горло. Полоскание горла мог быть совершенно разнообразным. Полоскать можно содой, опять же, поваренной солью, фурацелином, добавить несколько капель йода, можно добавить несколько капель лимонного сока, можно полоскать яблочным уксусом. Первыми помощниками при простудных заболеваниях верхних дыхательных путей и различных воспалительных процессах являются горчичные обертывания. Важное условие лечения с помощью этого средства – соблюдение правил процедуры. Нельзя накладывать горчичную массу на область сердца, вилочковой железы и на увеличенные лимфатические узлы. Обертывание накладывают только на чистую, сухую кожу, без повреждений, царапин, ссадин, сыпи. Сверху покрывают пленкой, затем больного укрывают теплым одеялом. Длительность процедуры составляет от 5 до 20 минут, в зависимости от возраста и концентрации горчичной массы. Не рекомендуется ставить горчичную массу на одно и то же место, так как это может вызвать развитие пигментации кожи. Использование горчичного обертывания способствует воздействию на кровообращение вследствие влияния эфирного горчичного масла, которое раздражает кожу и расширяет кровеносные сосуды. Как приготовить горчичную массу? Для этого 1 чайную ложку сухой горчицы смешивают с таким же количеством муки. К смеси добавляют 2-3 столовые ложки горячей воды температурой 70-80 градусов и размешивают до образования густой кашицы. Полученную массу намазывают на чистую салфетку или участок пеленки, прикрывая другой стороной салфетки или пеленки и прикладывают к определенному участку тела. Если у больного отмечается повышенная реакция кожи и он быстро ощущает жжение, то перед обертыванием на кожу надо положить дополнительный слой марли. Сверху больного укрывают полотенцем. При правильной постановке таких домашних горчичников появляется ощущение жжения кожи и ее покраснения. Необходимо помнить, что при длительном нахождении горчичной массы на коже, особенно при повышенной чувствительности, могут возникнуть ожоги. По окончании процедуры остатки горчицы смываются теплой водой. Кожу можно слегка смазать увлажняющим средством. Очень важно следить момент, когда начинаются осложнения. В такой ситуации, к сожалению, часто уже не получается обойтись без антибиотиков. Особенно, когда воспаление уже спускается в дыхательные пути, в бронхи и в легкие. Лечение гриппа должно быть комплексным, и тогда больной выздоровеет намного быстрее. Печень уникальная химическая лаборатория, которая превращает все поглощенное нами через пищеварительный тракт, дыхательную систему и кожу в жизненно необходимые для организма вещества. Это орган, участвующий практически во всех биохимических реакциях, поддерживающий ему на ответ организма на необходимом уровне. Без нее был бы невозможен процесс пищеварения и синтез энергии из живых клеток. Печень принимает самое важное участие в жировом, углеводном и белковом обменах веществ. Ее состояние в большей степени определяет здоровье нашего организма в целом. Заболеваний печени достаточно много, но сегодня мы поговорим о проблемах вирусных гепатитов. Эти опасные инфекционные заболевания получили колоссальную распространенность по всему миру. Во многом из-за несоблюдения правил гигиены и отсутствия должной информации о путях распространения вируса, методах защиты и лечения. Дословно гепатит – это воспалительное заболевание печени. Ну, соответственно, гепатиты бывают инфекционной природы, о которых мы хотим поговорить. Ну и среди природы инфекционной чаще всего встречаются вирусные гепатиты. Вирусный гепатит А, вирусный гепатит В, С, Дельта, ну и дальше Е, Ф, ТТВ и так далее. То есть их достаточно много. Ну, на слуху, конечно, в первую очередь вирусный гепатит А, который считается болезнью грязных рук и, соответственно, путь передачи его через, опять же, ну вот я говорю, грязные руки, воду, наиболее часто это вода. И, в принципе, этот гепатит приравнивается как бы, ну и по пути передачи и по течению он близок к кишечной инфекции. Может быть, я, конечно, так неправильно говорю, но тем не менее, в общем-то, там небольшой инкубационный период, 15-30 дней. Медицинская справка. Вирус гепатита А имеет кислоустойчивую оболочку. Это помогает вирусам, попавшим с загрязненными продуктами и водой, пройти кислозащитный барьер желудка. Вирус гепатита А устойчив в водной среде. Вирус гепатита А отличается высокой моногенностью. После перенесенного заболевания формируется стойкий пожизненный иммунитет. Заболевание обычно течет достаточно в легкой форме. И, как правило, это заболевание к хронизации, переходу в хронические формы не приводит. Значит, если говорить о гепатите В и гепатите С и дельта, то это уже гораздо более серьезное заболевание. В частности, гепатит В и С и дельта, они передаются через кровь. То есть здесь возможно заражение во время оперативных вмешательств. Ну, то есть любой, в принципе, контакт с кровью. В общем-то, и сейчас большое значение уделяется в стоматологии, применению одноразовых препаратов, инструментария одноразового, обеззараживания инструментария и так далее. Вот. И вот уже гепатит В и гепатит С, они, в принципе, могут приводить к хронизации процесса. Если дельта, гепатит отдельно не встречается, он обычно сочетается с гепатитом В и может сочетаться с С, а в принципе, у некоторых больных бывает и В, и С, и дельта. И это способствует, конечно, очень тяжелому течению заболевания. И здесь уже в данной ситуации, конечно, речь идет о хронизации процесса. Медицинская справка. Вирус гепатита В. Вирус гепатита В относится к гепадновирусам. Похожие вирусы вызывают гепатит у сурков, сусликов и китайских уток, что позволяет использовать этих животных в качестве экспериментальных моделей при разработке лекарственных препаратов и вакцин. Вирус гепатита В устойчив во внешней среде, обладает высокой инфекционностью. При сохраненном иммунном ответе у переболевшего гепатита В человека формируется стойкий пожизненный иммунитет. Гепатит может начинаться по типу такой гриппоподобной реакции. Может возникать небольшой подъем температуры, как при вирусной инфекции. И, конечно, если речь идет о желтушных формах гепатита, то где-то через несколько дней больной отмечает изменение цвета мочи и цвета кала. Моча темнеет, а стул, наоборот, становится более светлым. И эти симптомы приводят больному к врачу. Но в этой ситуации все становится понятным. И диагноз, как правило, вставляется. А опять же, с точки зрения потолга анатома, для больного и вообще для человека более неблагоприятные, это безжелтушные формы. Потому что есть такие формы, когда больной не желтеет, у него не появляется изменение цвета кожных покровов, у него не меняется цвет мочи и кала. И вдруг он начинает там плохо себя чувствовать. Ну, мы сталкиваемся с такими ситуациями, когда просто жалуются там, ну, слабость, вялость. А иногда просто случайно, при случайном обследовании у больных обнаруживают вирус, вот этот вот известный HBS-антиген или HCV-антиген при гепатите С. Медицинская справка. Вирус гепатита С. Вирус гепатита С мелкий, содержит генетический материал в виде РНК, покрытый оболочкой. До открытия вируса гепатита в 1989 году инфекцию называли гепатит не А, не Б. Считается, что гепатит С, он имеет более мягкое течение, он вообще такой вирус, о котором, ну, в принципе, по сравнению с другими вирусами гепатита не так давно стали говорить. Он очень мягкое имеет течение, и речь идет о том, что в дальнейшем у больного может сформироваться цирроз печени и так далее. Вот. Особая опасность представляет сочетание гепатита С с употреблением алкоголя. Вот у алкоголиков, которые инфицируются вирусом гепатита С, цирроз печени развивается очень быстро. В принципе, ряду больных при хронических уже гепатитах, при хронизации процесса, показано проведение пункционных биопсий печени. Пункционных биопсий. И я, собственно, хочу рассказать, для чего их проводит пункционная биопсия. С этого надо было начать. Вот пункционные биопсии печени проводят для того, чтобы определить степень процесса, и в связи с этим скоррегировать лечение. И второе – это определить стадию процесса. А стадию процесса определяют по степени распространенности уже разрастания соединительной ткани. И тоже у нас существует свой индекс. Он называется индекс склероза подисмид. Всего 4 балла. Четвертое – это уже цирроз печени, когда процесс необратим. Значит, в последнее время очень активно говорится о том, что и процессы фиброзирования в печени обратимы. Существует определенное лечение. Ну и об обратимости цирроза печени не говорят, потому что в принципе, если… То есть он тоже может быть обратим, но просто сколько времени потребуется на обратимость цирроза, не хватит человеческой жизни. Поэтому, к сожалению, цирроз печени не обратим, а все остальные изменения, в общем-то, они обратимы. Вот для этого проводится пункционная биопсия печени больным с хроническими гепатитами. Всегда нужно помнить, что несмотря на все многообразие вирусов гепатита, это заболевание подается успешному лечению. А сейчас рубрика «Аптекарский огород». Сегодня мы поговорим о репчатом луке. Это многолетнее травянистое растение. Луковица сплюснута округлая или шаровидная, продолговатая желто-коричневыми оболочками и бородатым корнем. Стебель прямой, высотой 30-80 сантиметров, полый и мясистый. Свежий лук повышает аппетит, усиливает секрецию пищеварительных соков и таким образом улучшает переваривание пищи и содействует более хорошему усвоению питательных веществ. Он обладает и диуретическим действием, но учитывая, что имеются некоторые опасности при заболеваниях печени, почек и сердца, применять его как вспомогательное диуретическое средство можно после подробного врачебного осмотра. Лук – хорошее средство при дефиците витамина С и В народной медицине лук используют как противодиабетическое средство, как глистогонное средство, наружное при ссадинах, укусах пчелами и осами, для ускорения созревания абсцессов, при отморожениях и свежих ожогах, против веснушек на лице, а также при насморке. Какие способы существуют по применению лука? Для профилактики и лечения атеросклероза, а также против кашля, как отхаркивающее средство, употребляется смесь из равных частей свежего сока лука и меда. Принимать эту смесь надо по одной чайной ложке 3-4 раза в день. В качестве диуретического средства используется следующий рецепт. 2-3 измельченных луковиц залить двумя чайными чашками тепловатой воды, выдержать 7-8 часов, процедить и полученный настой пить по кофейной чашке 3 раза в день перед едой. Для ускорения созревания абсцессов используется кашица из лука, в которую добавляют молоко. Свежим соком лука лечат язвочки на слизистой оболочке рта. При гриппе используют тампоны из кашицы свежих листьев лука, которые вкладывают в нос. При наличии глистной инвазии измельченную луковицу настаивают в течение ночи в стакане воды и вытяжкой пьют на голодный желудок. Нам еще есть о чем вам рассказать, а пока мудрее относитесь к своему здоровью. До новых встреч!